Приветствую вас. Если говорить грубо, то все, что не в меру, так сказать, приводит к определенного рода вреду, вред, наносит вред. То есть далеко не всегда изличество это вред, далеко не всегда лишний вес это вред. Далеко не всегда, допустим, как сказал мой коллега, последствия чрезмерного употребления алкоголя на утро или в тот же день это очень вред. Далеко не всегда. Прямо что вред это очень субъективное понятие. К примеру, если человек перебрался с алкоголем и он делал какие-то вещи, которые ему, например, ну, за которыми было стыдно или что-то типа того, за которыми могло бы быть стыдно или типа того, то все равно конечная, конечная, от конечного оценки вреда дает сам человек, а не другие. И можно говорить сколько угодно о том, что вред другим людям недопустим, но все равно это решает сам человек. И если для него что-то происходит, а вот именно для него вредом не является, то нельзя назвать, что он привыкл в свою меру. То есть если вот мы говорим грубо, то сначала нужно понять, что такое невмеру, да? Что такое невмеру? Невмеру это, когда человек сам понимает, что то, что он делает, наносит ему вред. Или сам понимает, что то, что он делает, наносит вред другим людям и не хочет по той или иной причине, чтобы этот вред был. Вот это невмеру. Это невмеру. Одно и то же действие, одно и то же поведение, один и тот же поступок может быть интерпретирован и как в меру, и как в невмеру, в зависимости от восприятия человека. Это тонкий момент, это деликатный момент, это неприятный момент, но это так. Поэтому то, что не в меру определяется всегда самим человеком. И это всегда связано со стыдом. Это всегда связано с моральными дилеммами. Потому что социальное давление на человека оказывается очень сильным. И человек может считать, что то, что он делает, не в меру, на самом деле так не думать. Из-за этого иметь внутренний конфликт, который выражается в каких-то нехарактерных действиях для человека. Тогда как, если бы он признал, что то, что он делает, не считается им самим чрезмерным, да, каких-то людей он бы потерял, да, какое-то осуждение он бы получил, но, по крайней мере, ему было бы легче. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Я не согласен с мыслью о том, что изличество это негатив. Обязательно. Потому что, например, в случае с весом, да, в случае с лишним весом, ожирением, вот, не всегда наличие полноты, скажем так, у человека является изличеством, вот, не всегда. То есть, у кого какая комплекция, да, и мне кажется, что к любому случаю, когда есть сомнения в меру или не в меру, нужно подходить индивидуально, разбираться и смотреть. Где? Правда? А где ложь? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.